здравствуйте дорогие друзья сегодня по-прежнему 25 марта понедельник и я начинаю вторую часть моего сегодняшнего видео которым расскажу обещанное какие будут последствия вернее что попытается сделать мордор в качестве ответки о потенциальных сакральных жертвах которые он уже практически намечает расскажу о том почему именно игил карасан совершил террористический акт в россии но и самые страшные тайны самое страшное из которых что россию ждет такие же акты с будущим и так приступаем но и вот на фоне этого и свершилось 22 марта теракт и тут и произошло замыкание 19 часов бледная моль сидела я представляю какое у него состояние было примерно такое состояние говорят было у сталина когда гитлер все-таки напал его три дня не было но этот правда справился через дверь 19 часов но вот американские эксперты специалисты которые комментировали его выступление обращение к народу первое после таракта они отмечали что человек подавлен растерян и по большому счету не знает что сказать ход пропагандистский тут же тут же информационно психологическая операция начинается запускается козыри заходят с козырей риттер и макгрегор риттер я спрашиваю кто такой сколько раз я уже его здесь даже даже картинку показал дважды осужденные в соединенных штатах педофил человеком с таким бэкграундом в америке работу найти невозможно и вообще куда он движется везде за ним идет эту информацию эта информация внимание ваша комьюнити въезжает педофил прячьте детей ну тут протеста и так далее но почему может невозможно жить он по выступал некоторое время штатов теперь он переехал в москву жена кстати жена у жену ему сосватала фсб когда риттер свое время работал в москву в посольстве в москве то есть тут полный букет он москве сейчас он работает на рт 1 выступил за ним полковник макгрегор который обиделся на америку смертельно за то что ему не дали генерала а полковником был хороший хорошо умело руководил бригадой танковой по моему я уже не помню то ли когда папа буш воевал с хусейном то ли когда сын буш воевал с тем же самым хусейном и вот они тут же запускают тезис 1 это ложь американцы лгут что это игил но раз не игил то кто и тут же сразу ну естественно кто с кем мы сейчас воюем нами виду так и ход мысли конечно украина значит украина то есть первый пункт не игил второй украина тут же опять симоняниха все это подхватывает не игил тут же не игил то есть они сразу смекнули что фактор игила это самая страшная опасность для кремля на второе место уже отмазывать пошло отмазывание путина отмазывание путина которым занялась не слишком активно но фсб то есть надо объяснить провал и фсб которые вот сейчас то по большому счету пропагандистских усилий активных на полную катушку до сих пор нет во всяком случае вот обещали может быть этим вечером появится до это всего вы ломали голову а фсб так вообще не пискнула так по большому счету кроме одного раза когда она сказала что ну не приняли до подтвердили что была информация не врали затем не отрицали о чем была информация то есть американцы сказали публично что про игил фсб не отрицала сказала лишь что недостаточно конкретной информации было поэтому они не приняли конкретных действий но я не знаю если можно сказали где крупное мероприятие концерт сказали какое мероприятие где концертный зал концертном зале самый большой концертный зал это крокус сити наконец-то они это сказали накануне 8 марта но пройдитесь вы по этим самым местам где будут проводиться самые крупные концерты но вот и все и 48 часов но что еще надо но наверно они хотели чтобы фамилии имена отчества и номера паспортов и место жительства террористов сообщили а вот а так нафиг вот это единственное собственно говоря что они сказали ну и дальше началось какое-то мычание очень редкие были выступления то есть американцы вообще вот они один раз сделали заявление после этого я слушаю здесь комментарии выступает в основном специалисты бывшие сотрудники цру фбр люди которые так или иначе связанные изучали спецслужбы работают в сфере национальной безопасности никто не сомневается в том что это сделал игил почему значит потому что это самая страшная тема для кремля и вот вчера с утра я же все ищу они же должны сплошку они же должны сливать свои тезисы как можно быстрее для пипла для своего и промедление опять-таки смерти подобно а их нет поэтому я рискую там туда-сюда но на самые на самые основные захожу на соловийный помет нашел это значит выступает один из-за всегда ты каждого сал действие соловийного помета его тезисы что произошло что значит этот тракт первое нас хотят столкнуть вот эти негодяи которые это все затеяли нас хотят столкнуть с с америкой причем это было сказано не так как раньше там вперед на вашингтон да мы утопим весь британский остров одной своей кузькиной матью да мы с цунами подумаем нашим посейдоном нет там было иначе представляете эти 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 нелюди которые совершили этот тракт они замыслили нас столкнуть соединенными штатами америки или ну хотя бы теми ростками здравомыслия которые там есть и которого готовы улучшить с нами отношения они уже ростки там нашли понимаете а второе что еще с более страшное говорит представитель соловийного помета или как его оперативным языком называя канал реализации активных мероприятий или проще говоря сливной бачок спецслужб кремля он говорит а самое страшное нас хотят столкнуть с исламом вот вам что самое главное им плевать на эти все обвинения о том что фсб их даже они даже не слушают они даже не упоминают этого потому что никому это вот никто это не купит не в россии не в соединенных штатах америки не великобритании они тут же начинают отмазываться от того что самое у них главное так значит соединенные штаты обсудим кто из соединенных штатов они не говорят что это администрация они так какая-то оторвавшаяся от глубинного государства группировка или же какая-то опять таки выше 6 вышедшая из под контроля группа спецслужб ну типа мифический ронин ну вот вышли и все это организовали это соединенных штатах америки то есть никаких призывов давайте жахнем там сейчас как они раньше когда как за как как запахло жарено все язычки прикрусили а с мусульман значит с исламом то дело совсем плохо потому что я посмотрел самые последние данные на которые можно полагаться потому что они исходят от представителей ислама в москве в девятнадцатом году когда они обсуждали вопрос властями о строительстве мечетей такие цифры прозвучали в москве это был 19 год 2019 год полтора миллиона мусульман постоянно проживающих и полтора миллиона которые значит типа мигранты 3 миллиона но отмечали что население количество бешенными темпами растет и прогнозировали что через 15 лет тогда нас тут мусульман в москве будет 30 процентов но я еще так отдельно читал еще раньше что количество детей из мусульманских стран московских школах очень-очень-очень растет то есть еще чуть-чуть они вырастут они будут уже по 17 по 18 по 18 лет вот вот такие вот дела а после того как американцы ушли из афганистана я разговаривал здесь с представителями различных служб бывших которые занимались серьезно в афганистан афганистаном теми угрозами которые якобы может оттуда идти в адрес россии они рисовали такую картину что для москвы сейчас самой страшной угрозой должна быть идея того что игил попрет через северные границы на территорию центральной азии то есть там таджикистан киргизстан через узбекистан вот туда только зайти и пламя вспыхнет кстати такое же было киргизстане память не изменяю много лет назад ну как много уже в этом веке да а потом они движутся уже под своими знаменами туда к центральной части российской федерации там по волжье а тот поднимается 3 миллиона да эти три миллиона москве они разнесут если надо будет всю там москва путин смылся из москвы когда-то сколько там по моему 3000 что ли этих самых пригожицев маршировали на москву а тут три миллиона да даже если из них десятая часть выйдет на улицу то это все будет уже помните все как картины когда да по моему например на проспекте мира там сми памяти не изменяет там есть одна мечеть и вот люди на улице там там яблоко негде упасть то есть это страшная сила и вот они где-то держали это все держали это в голове на заднем плане то есть в кремле а тут бац и она стала реальностью поэтому сама идея что теперь им придется столкнуться с исламом причем если это и гилта у его самом радикальном выражении так сказать и плюс еще западом сам нас хотят столкнуть с америка и самыми страшными русофобскими там кругами а тут еще война в украине мы об этом дальше еще поговорим и вот все и приплыли теперь переходим дальше что такое и гил карасан гил карасан господа он впервые так зазвучал когда американцы уже уходили из афганистана это карасан то есть они называли его к то иногда и гил тире к иногда и гил тире кп провинция как раз карасана иногда просто и гил карасан карасана такая вот зона такая у них историческая что ли которая включает центр афганистан часть пакистана и потом туда на север таджикистан частично еще какие-то районы по моему южная часть киргизстана туда входит в общем через границы через границы и у нее же было у этой организации уже они имели дело с российской федерации так 5 сентября 22 года этот же и гил карасан совершил шумный громкий террористический акт у российского посольства в кабуле совершили как раз тот период тот момент когда люди бежавшие оттуда перед лицом надвигающихся талибов рвались толпы видимо были в российское посольство просить визы вот там они жахнули погибло если я не ошибаюсь опять таки там два по моему чудо представителя российского посольства со стороны охранников люди погибли ну и те видимо которые там в толпе находились ожидающие то есть это был жест против государства российского этот и гил так краса на сделал официальное тогда заявление в как и на этот раз telegram по канале вернее тогда telegram канала нет где-то в интернете на своем сайте они сделали официальное заявление о том что сделали это потому что рука руки россии обогрены мусульманской кровью ну это понятно что это был акт против государства российского поскольку против посольства группировка отличался или группа отличалась крайне то есть они были более радикальные есть более радикальные через чем талибы и они враги талибов а талибы последнее время стали большими друзьями в москве в кремле их принимают но этот получается друг моего врага мой враг то есть с сентября 22 года у игил карасан были все основания возденавидеть россию еще больше и тут еще все эти группировки все террористические они держатся на внешнем финансировании ну и пишут специалисты что последние где-то года два у этого в этой группировки возникли проблемы с этим самым финансированием это на численности их по одна численность повлияло на качество кадров это кстати тому мы еще к этому перейдем что типа какие то не видят не выглядят они как настоящие террористы перейдем к этому попозже так вот нужны деньги а когда нас как как заработать и деньги этот и не я буду это специалисты говорят по террористическим организациям которые этим занимались профессионально там значительную часть своей жизни надо совершить тракт получишь деньги и вот получается значит где совершить тракт ну во первых уже совершали против российской федерации враги уже уже в сентябре 22 были врагами а сейчас еще больше враги потому что кремль снюхался с талибами с их врагами и теперь еще очень важно что сейчас отмечают глубокие специалисты в этой области им надо выбрать было soft target то есть мягкую ту страну то место где легко провести террористический акт и выбрал выпал выбор на рашу и на москву а это результат путинской авантюры агрессии в украину в результате которой вместо того чтобы укрепить укрепиться как трещит кремлевская пропаганда россия превратилась в самую как говорится готовую в самую доступную и легкую зону для проведения вот таких акций еще одно величайшее достижение путинской внешней политики но тут все это понимаете то что балтийским морем произошло и расширение нато а сейчас еще япония на в начале апреля беспрецедентный пакт с америкой заключается приедет сюда премьер-министр в вашингтон с помпой все это будет делаться то есть вот опять таки что что самое еще одна страшная страна которые кремль должен скрывать от своих пиплов он превратил он сделал их беззащитными перед четырьмя обормотами вот вам и вся вот путинская россия вот он и мордор то есть создавал бледная моль при помощи своей пропаганды создавала имидж что он типа властелин колец саурон до такой властелин мордора оказалось что это он реальная бледная моль которая свою страну то ли подвела еще дискуссионный вопрос краю пропасти то же то ли уже толкнула и она уже туда туда летит то есть атаковали потому что нужны деньги а деньги всегда нужны будут туристическим организациям это понятно во вторых потому что легко и действительно оказалось это легко и кстати лек и труднее не станет скажу почему ну и почему это все произошло драматическое ослабление раши и и спецслужб россия стала легкой добычей полудохлой этой как и как и называл шакал табаки у киплинга полудохлой кошкой что тигра если меня память изменяет может изменять давно давно читал это произведение вот кроме всего прочего если в детали углубиться то вот то что только что только что сказал из чего рассчитывали то наверное эти террористы потому что спецслужбы российские спецслужбы они но первых они до этого не блистали так шибко говоря уже их провал был очевиден с началом полномасштабной агрессии против украины просчитались а теперь значит все их внимание на украину вообще все внимание государства на украину и делай с ней что хош с рашей я имею ввиду поэтому это еще и провал и спецслужб вот это самая страшная тайна кремля перед своим народом на сегодняшний день а разговоры о том что это сделала фсб дано наоборот подымает эти разговоры реномену с этим то есть мардарианцам это должно нравиться вы смотрите они показывают они показывают в публичном пространстве как спецназовец отрезает ухо человеку и засовывают ему в рот но это не люди это не люди это не люди которые могут так даже 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 гитлеровцы не афишировали свои зверства них скрывали а здесь это считается нормально мы серьезные ребята и они считают раз распространяют это же от государства ушло это видео то есть государство считает что people схавает и будет рукоплескать этим доблестным воинам поэтому разговоры о том что это сделала фсб ну значит сильные раз так говорят наши враги значит мы действительно сильные а на самом деле дохлая кошка или полудохлая вот такая вот ситуация ну вот то есть в результате фсб ведет себя пока в настоящее время тихо единственное что сказали это что недостаточно информацию дали окей на путин он же наверняка когда прочитал то спросил тоже бортника во что у нас есть этот сказал ничего нету потому что если бы он сказал иначе то что то сделали бы то есть у них ничего не было это провалы их не то же самое и молчит но что шару тоже молчит они сказали и у них есть информация информация о том во первых что вообще произошло а во вторых то что они передали кремлю и как они все передали вот эта информация они сейчас держат стальные стальной схваткой хваткой за путинские фаберже и так наверное методично их массирует то отпустит то прижмет теперь значит некоторые но пойти вот если все так сказать доводы доводы художников карикатуристов специалистов по двигателям внутреннего сгорания их перечислили их можно разбить по пунктам но мне жалко у нас уже времени нету на это но я просто вот одно скажу распространенное что я заметил террористы не те помните как этот самый стрелкогрил трупы несвежие а тут но не похоже террористы на терминаторов они же ну наверное должны быть ого да ну как шварценеггер молодые годы или жан-клод ван дам на крайний случай или чак норрис они какие-то хлипкие я вам скажу так господа возьмите возьмите их разденьте выведите на мороз отрежьте ухо потом они же показали еще еще одно я правда это не видел на люди пишут что кому-то из этих террористов обвязали детородные органы проводом электрическим и пропускали видимо то есть пытали еще человека таким образом потом его их напичкали наркотой и вам не скажите ну так вот представьте как должен выглядеть человек после этого каким эффективным он должен казаться я думаю что любой вот лес с альбомов так вот поступили и он до превратился но какого-нибудь драного кота после этого ну как как можно это ожидать но та фотография вот король кстати гуляет сети то есть американцы британцы 7 марта развернули вот это объявление у себя о том что не ходите не ходите люди обращаясь своим гражданам следующие 48 следующие 48 часов на концерты в москве особенно такие самые большие шумные и в тот же день обнаружено установлено сейчас вследствие слава богу пока они суббота воскресенье были кое-какие утечки их наверно закроет скоро там значит оказалось что наследует в тот же день 7 числа уже один из террористов который в последнее потом 22 числа участвовал теракте был зафиксирован позже там по камерам наблюдения наверное это все просмотрели восстановили был зафиксирован на территорию крокус сити зачем он туда пришел рекогностировка то есть они искали то есть они искали и изучали место будущего действа а говорят там очень легко то есть выбор выбор теракта был идеален подход отход блестящие а что касается значит самого здания я вот ломал голову почему они начали стрелять еще на парковке загонять людей туда потому что говорят помещение этого крокус сити она как воронка вот заходишь гонишь эту толпу и эта толпа бежит и она неминуемо окажется вот в эпицентре этой воронке а эпицентром является вот этот зал так это собственно говоря и произошло поэтому все было быстро отработано да так вот и фотография никак он не выглядит джемшутом абсолютно который ни к чему не пригоден нормальный стрелок вот поэтому я думаю что любой любой не дай бог конечно прошедший то что с ним сделал российский спецназ после этого не выглядел бы мощным и и бравым террористом еще интересно по-прежнему они мусолят вот да даже как-то обойтись то есть у них сейчас вот такая и там нюансы постоянно меняются то есть это сделали украин украинская сторона причем украинца с украинской стороны все внимание фокусируется на гур и лично на буданове но человек старался долго он стал самым медийным старался стал самым медийным разведчиком в мире фактически то есть у меня такое впечатление что они выбрали сакральную жертву это руководство гур и прежде всего буданов как-то так они называют и фамилию зеленский но я думаю что им объяснят из вашингтона из лондона и они постерегутся это делать буданову надо мобилизоваться почаще убрать от себя опять даже ближайших друзей которые имели или имели даже связи с москвой контакты потому что я напомню что саша литвиненко был отравлен человеком которого саша считал своим близким другом потому что оба они отсидели в тюрьме потому что оба они были так или иначе это связано тогда с борисом березовским вот то есть ближайшие помните цезаря брут тоже и ты брут так что надо как-то так изолироваться поменьше менять места дислокации ну и затем здание естественно то есть удар какой-то будет нанесен но он будет опять-таки сакральный по сакральным жертвам и он должен быть символическим здание может быть жахнут по какому-нибудь такому то есть владимир созданием на владимирской у меня очень большие опасения это организаторы как сказал один из этих пропагандов кремлевских то есть буданов заказчик это американские спецслужбы где-то там еще ми-6 указание идет буданову буданов задействовал свои возможности о которых он видимо много рассказывал своих интервью что еще там выстраивается вот много 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 говорят о мобилизации вы понимаете армией против террористов не борется это так вот трудно будет натянуть эту сову на глобус что путин может объявить мобилизации 4000 человек в связи с этим терактом но как-то так ну я не знаю насколько они уже оттуплены кремлевской пропагандой но не борется армия 400 тысяч человек не поможет она в борьбе реальной борьбе с терроризмом но так в принципе могут они до этого дотянуть но чего-то более страшного я думаю не посмеется поскольку но это чревато чревато и они провалились они знают что они провалились и они знают что американцы британцы знают о том что они провалились поэтому поэтому думаю вот как-то так они сыграют на на понижение будем во всяком случае надеяться мне один из зрителей написал который кстати вот выразил опасение неоднократно по поводу темы ядерном ударе говорит зашел его приятели поликлинику проверить кардио свое сердце говорит госпитале больницы забиты пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями да такая такая вот тяжелая ситуация в стране да кстати хочу все-таки сказать я помню еще в студенческие годы советском союзе выписывал журнал вопрос из философии там была интересная статья называлась она стратегия победы согласно которой когда человек имеет какую-то цель или находится в очень жестких неблагоприятных враждебных обстоятельствах и у него есть цель решить вопрос выбраться из них тогда мобилизуется он весь мобилизуется значит ментально психологически и физически там приводились данные что во время второй мировой войны было замечено резкое падение сердечно-сосудистых заболеваний вот видимо связанная с напряженностью обстановки но зато они резко возросли когда война закончилась то есть по идее если это правда правильно было бы теории наверное так должно было бы было быть и в украине но вот человек пишет что забитые забиты поликлиники так вот хочу сказать по этому поводу господа это опасность в данном случае но становится гораздо гораздо менее менее вероятно то есть more likely than not как говорит американцы британцы то есть менее 50 процентов шансов думаю что это так что еще интересно я бы сказал не сказал напоследок скажу террористов вот то что они оставили в живых и тут же даже фамилии имена назвали паспорта там сказали что есть паспорта у них даже какие сказали что российские у них паспорта это идиотизм так по большому счету делать но не не делают специалисты спецслужбы операции такого характера я имею ввиду спецслужбы в данном случае фсб не делают такие операции оставляя в живых вот это все количество людей потому что ну сейчас их пытай там куда угодно цепляя электрический провод их доказательством пусть они сейчас скажут зеленский лично руководил этой операцией а для контроля из вашингтона тайна прилетал байден и все они будут клясться допустим вот эти четыре террориста но никто им не поверит не поверить ни слова того что теперь им будут приписывать после тех картинок как им резали уши и пытали их током через известные места чушь поэтому значит их оставили почему потому что но были уверены фсб что это что никто не скажет что это фейковые люди у них есть достаточно вариантов доказать я имею ввиду фсб что эти люди как раз те которые они считают что они стреляли остальных то те или также сначала 11 за задержали ну и последнее напоследок скажу вот на том же соловьиным помете то есть все идет еще в процессе разработки и нюансы шлифуют вот допустим один из них она анонс идет о чем шла радиопередача и там написано это такой-то такой-то сказал что это американские спецслужбы за последние два года в недрах гур подготовили диверсионные организации то есть подразделение которое вот и совершили все это нажимаешь аудиотекстом совсем другой скорее всего видимо сначала его поставили это человека его аудио а потом решили что слишком радикально поэтому убрали поставили совсем другое такое ну никакое аудио ни о чем но забыли поменять анонс поэтому работают работают и работают вот судя по всему в плане понижения поэтому нытья там больше они говорят что это фактически если бы произошло это все 8 марта это было бы может быть сравнимо с 9 сентября потому что ожидалось и было так битком набит зал полно там во всех этих ресторанах в шоппинг-центрах полно людей и если бы так по большому счету сработали эти террористы то там количество жертв могло быть сравнимо с тем которое имело место вот в результате поражения башен близнецов в соединенных штатах америки и это мог бы стать самый страшный террористический акт в истории человечества это для российского народа так сказать облегчение но они должны молиться бог особенно те которые пошли туда 8 числа 8 марта молиться богу что их это пресс миновало по свидетельству одного из этих пропагандистов кремлевских это люди которые родились 8 марта второй раз вот такая ситуация господа то есть зафиксирую еще раз самая страшная тема и тезис для кремля о том что это сделал все таки и гил на то что это сделал фсб наплевать и в россии всем и на западе тоже всем перспективы дальнейшие что представители радикальных мусульманских группировок поняв что это слабая страна с которой можно делать все что угодно будут продолжать террористические акты там эта перспектива реально и она приводит в ужас все спецслужбы российской федерации и кремль на два фронта одновременно и в украине совершать террористические акты и в то же время бороться с ними на территории российской федерации это очень сложно ну и ждем что они в конце концов решат какая должна быть ответка ну как я сказал всем руководителям гур наверное сбу а также тем объектам которые известны как объекты в общеизвестны как объекты этих двух грани за организации надо как-то вот понимать что они должны стать так или иначе мишенями в качестве сактор сакральных жертв вот на этом дорогие друзья позвольте закончить это видео как всегда слава украине и вооруженным силам враг будет разбит победа за нами ракеты о которых мы с вами говорили пошли пошли в крым как я понимаю есть еще их много есть как говорил рабинович их много есть у меня поэтому мордору мордору не стоит расслабляться и в этой серии дорогие друзья вам как всегда выдержки мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу до новых скорых встреч